Орлы собираются вместе. Письмо из Кинни Бранхама. По Новой Гвинеи и Австралии в Тихом океане. И особый привет моим братьям и сестрам и в Новой Зеландии, моей старой родине, когда я был ребенком. Я очень скучаю по фишн-чип, рыба с картошкой, Мирамаре, недалеко от Веллингтона, Северный остров. Доброе утро. Сегодня 13 июля 2024 года. Я так счастлив быть одним из них, как и вы, избранная невеста Христа. Отделились ли вы от всякого неверия? Всегда ли вы советуетесь со своим пастором? Или вы говорите «Аминь» всему, что записано на кассетах? Духовенство и миряние заблуждаются во все века. Знаете ли вы об этом? Не важно, что говорю я, что говорит церковь или что говорит пастор. Важно только то, что Бог сказал через Своего пророка на кассетах. У нас много пищи на лентах. Мы упитаны, как телята в стойле. Сейчас самое время сделать свой дом ленточной церковью и слушать его. Если вам понравилось содержание этого видеописьма, скопируйте и поделитесь ссылкой в WhatsApp с другими верующими. Пусть они знают, на чем вы стоите. Сейчас мы прочитаем письмо «Орлы собираются вместе» от брата Джозефа Бренхэма из Джефферсонвилля, штат Индиана. Дорогая, нестыдящаяся невеста! Никогда еще не было такого времени и такого народа, как сегодня. Мы в нем наследники всего, что он приобрет для нас. Он делится с нами своей святостью, пока в нем мы не стали самой праведностью Божией. Он предопределил нас божественным указом, чтобы мы стали его невестой. Он избрал нас. Мы же никогда не выбирали его. Мы пришли не сами по себе, а по его выбору. Теперь он вложил в наше сердце и душу полное откровение своего слова. День за днем он открывает нам свое слово, изливает на нас свой дух, проявляет в нас свою жизнь. Никогда еще его невесты не были так утверждены в своих сердцах, зная, что они находятся в его совершенной воле и в его программе, пребывая с его словом и слыша его голос. Любовь Бога и это послание наполняют наши сердца до краев. Мы больше ничего не хотим слышать, обсуждать, общаться или просто делиться только что услышанной цитатой и славить Господа. Мы подобны Моисею на задворках в пустыне. Мы подошли лицом к лицу со всемогущим Богом и видим голос, говорящий с нами точно слово и обетование этого часа. Он что-то сделал с нами. Мы не стыдимся этого. Мы любим провозглашать его всему миру. Мы верим, что Господь Иисус послание времени, и мы его невесты. Он укрепил нас своим словом. Нет ни тени сомнения. Это Божий путь. Бог никогда не меняет своего мнения относительно своего слова. Он избрал седьмого ангела, чтобы призвать свою невесту, а затем держать ее в соответствии со своим словом. В этой жизни нет ничего, кроме него и его слова. Мы не можем насытиться им. Оно для нас больше, чем жизнь. Евангелие и сила всемогущего Бога распространились по всему миру, как никогда раньше. Слово теперь в руках и ушах невесты. Сейчас наступает время разделения, когда Бог призывает невесту, а дьявол, церковь. Мы любим Тебя и Твое Слово, Господь. Мы не можем насытиться. Мы ежедневно сидим в присутствии Твоего Слова, созреваем, готовимся к Твоему скорому пришествию. Отец, оно должно быть так близко. Мы чувствуем это, Господи. Мы ждем с огромным нетерпением. Отец, позволь нам быть более искренними и снова обновить наши обеты. Мы знаем, что наша вера в Твое Слово горит в нашем сердце. Ты избавил нас от всех сомнений. Там нет ничего, кроме Твоего Слова. Мы уверены и не стыдимся сказать всему миру, что мы Твоя невеста. Я хочу пригласить весь мир послушать вместе с нами в это воскресенье в 12.00 во времени Джефферсон Вилля, когда мы услышим это послание, проповедь постыдившись. 65.07.11 Брат Джозеф Бранхам Священное Писание перед прослушиванием послания Святого Марка 8.34.38 Тогда Он призвал к Себе народ и учеников Своих и сказал, «Кто хочет быть Моим учеником, отвергнись Себя и возьми крест Твой и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу Свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу Свою для Меня и для Евангелия, тот сбережет ее. Что пользы, если кто приобретет весь мир, а душу Свою потеряет? Или кто может, кто дать взамен души Своей? Если кто постыдится Меня и Моих слов, вроде всем прелюбодейном и грешном, того постыдится Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего со всеми святыми ангелами». До следующего раза Благослови вас Бог и шалом! Благослови вас Бог и шалом! Субтитры подогнал «Симон»!